Привет, красно-белые! Очередная неделя подошла к концу, а это значит, что самое время обсудить последние новости из стана Спартака. А поверьте, тем для обсуждения накопилось немало. Игрок ЦСКА переходит в Спартак, новый исполнительный директор Спартака. Как Спартак провел свои первые товарищеские матчи и другие новости, ты узнаешь, посмотрев это видео. С тебя, как обычно, по традиции, красно-белый лайк и подписка на канал, а за микрофоном мясной фанат, погнали! Сергей Белых стал исполнительным директором московского Спартака. Лукоил продолжает усиливать управленческо-руководящий состав нашего клуба. Смит за сменой генерального директора, который теперь стал Олег Маушев, в клубе решили вернуться к должности исполнительного директора, который теперь будет занимать Сергей Белых. 41-летний специалист перешел на работу Спартак из омского хоккейного клуба «Авангард», где ранее занимал пост генерального директора. Там вместе с «Авангардом» Сергей смог достичь чемпионства, а также они запустили в строй новую хоккейную арену. Помимо этого, он работал в компаниях «Сибнефть» и «Газпромнефть». В общем, человек с опытом и с амбициями по стать нашего клуба. Так же, как и Олег Маушев, он является болельщиком Спартака. Посмотрим, к чему приведет нас этот болельщеский тандем. Ну а пока хочется пожелать Сергею удачи на новом рабочем месте. Спартак интересуется защитником Теттенхема Дэвидсоном Санчесом. Новость, которая наделала немало шума за прошлую неделю. Те, кто активно следит за английской премьер-лигой, знают этого футболиста не понаслышке. Санчесу 27 лет, он играет на позиции центрального защитника за Теттенхем и сборную Колумбии. В августе 2017 года он перешел из Аякса в Теттенхем за 42 миллиона евро. С тех пор он принял участие в 205 матчах за лондовскую команду, где забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу. На данный момент времени его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Теттенхему, очевидно, этот игрок не нужен и на данный момент времени Санчес доступен на трансферном рынке. Руководство лондовского клуба, как и агент самого футболиста, уже подтвердили интерес Спартака. И по последней информации все от того же агента-футболиста, Спартак сделал официальное предложение. В общем, новость начинает обирать обороты. Санчес, безусловно, игрок топ-уровня по меркам РПЛ. А учитывая то, что Спартак сделает приоритет именно на приобретение качественного центрального защитника или опорного ховбека, то в этот трансфер верится все сильнее и сильнее. Но тут возникает финансовый вопрос. А потянем ли мы его? Ты недооцениваешь мою мощь! Потому что Спартак уже не раз обращался к другим известным футболистам. И именно зарплатные ожидания этих игроков срывали сделку. Как будут развиваться дела с Санчесом, пока не ясно. Но я очень сильно жду этого футболиста в нашем клубе. Первые товарищеские матчи Спартака. Спартак продолжает активно работать и готовится к новому футбольному сезону. За последнюю неделю Спартак сыграл три контрольных матча, два из которых в один день с Акроном. Первый закрытый матч Спартак провел с Торпедой. И уступая по ходу матча, нам удалось сыграть ничью 2-2. Дублем в этой игре отметился Виктор Мозес, который здорово смотрится в створняках. Далее мы дважды сыграли с Акроном с таймами по 35 минут. Первый матч закончился со счетом 1-1. Мяч в нашем составе забил Павел Милешин. А вот вторую игру мы уступили со счетом 0-2. А Баскали активно наигрывают схему 4-3-3. Поэтому нет смысла особо говорить о результатах в товарищеских матчах. Самое главное, чтобы наши футболисты усвоили требования нашего тренерского штаба и то, чего от них хотят. Поэтому пока что следим и наблюдаем и ждем новых футболистов, которые будут встраиваться в эту схему. Хесус Медина перейдет в Спартак. А вот и второй новичок в это трансферное окно. Удивительно, но Хесус Медина сам попросил руководство ЦСКА отпустить его в наш клуб. И на то есть свои причины. Во-первых, это разногласия с Федоту. Во-вторых, Медина из того же агентства, что Эдуард и Абаскаль. Ну и, конечно же, финансовый вопрос. В Спартаке Медина будет получать примерно полтора миллиона евро за сезон, что в два раза больше, чем он получает сейчас в ЦСКА. А че так можно было, что ли? Добавьте еще к этому то, что ЦСКА получил от у футболиста бесплатно, продает наш клуб практически за 7 миллионов, и вы получите идеальный трансфер. Как я уже отметил у себя в телеграм-канале, кстати, ссылочка будет в описании, это будет первый прямой переход, начиная с 1994 года из ЦСКА в Спартак. Хорош ли Медина? Ну, по меркам РПЛ вполне себе да. Статистика в прошлом сезоне у него тоже более чем достойная. Также Медина довольно универсальна, что добавляет ему определенные ценности. Ну и адаптированность к нашему чемпионату тоже добавляет ему плюсов. Но, насколько мне известно, Абаскаль рассматривает его на позиции десятки, что является не основной позицией для Медины. Да он работящий и выносливый, но в нашем составе таких футболистов тоже полно. Большинство своих мячей он забил только на контратаках, а голевые передачи он отдает в основном с угловых ударов. И все же, раз Абаскаль рассматривает этого футболиста и интересуется им, то значит у него есть определенно какая-то тактика. Сначала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. За свои деньги я считаю это вполне нормальный трансфер, даже учитывая то, что это игрок ЦСКА. Странные слова агента Джики. Тут давеча агент Георгия Джики Вадим Шпенев давал интервью, в котором рассказывал о состоянии здоровья Георгия. Однако самое интересное было сказано в конце, где он заявил то, что только время покажет, захочет ли Джики остаться в Спартаке. Напомню то, что у Джики истекает контракт 31 мая 2024 года. Поэтому пока что рано забегать вперед и говорить то, что все, капитан уйдет из Спартака. Скорее всего какая-нибудь конкретика появится уже зимой, а пока мы готовимся с вами к новому сезону. А за микрофоном был, как обычно, мясной фанат. Пока!